как вы уже догадались я занимаюсь воркаутом почему самый высокий воркаутер я напоминаю что рост этого атлета практически 2 метра да рост у меня метр девяносто шесть и в украине я считаюсь одним из самых высоких ну в принципе да самый высокий воркаутер в украине возможно какие-то атлеты в стрит лифтинге есть такие но чисто выступающих атлетов которые показывают элементы в батлах и в номинации фристайл я не встречал с 2013 года я веду этот канал чисто по тренировкам выкладывают отчеты с тренировок соревнований и все что связано с тренировочной тематикой по воркауту далее где-то в восемнадцатом году я уже начал пробовать такую рубрику как влоги это будет моя первая попыточка мини-влога она мне очень зашла подписчикам тоже потому что несмотря на по моему 300 подписчиков которые были у меня на канале у меня смотрела влоги где-то от 1000 человек их было примерно 6 потом я на это забил но так как эта рубрика мне очень нравилось сейчас я хочу ее вернуть поэтому погнали всем привет ребята давно не виделись с вами на этом канале в таком формате в лога вам уже давно хочу это исправить последние копеции и записываю в восемнадцатом году девятнадцатом двадцатом году это было просто два вида сикра выкладывалась каналах чемпионата мира который я монтировал в этом году в создンネル зоне буду монтировать короче рада всех видит рад снова появиться здесь на этом канале в этом году я выкладывал большое видео о том чем я занимаюсь на второй канал. Я стал контент-мейкером в воркауте. Уровень все повышался и повышался. И тут я встретил... Сейчас не об этом, сейчас больше о воркауте, поэтому продолжаем. А что это у тебя за штука такая? Ну, ты не знаешь. Это штати и такая штучка, которая называется ланзи. Это специальная рамка, в которой есть крепление для айфона, для того, чтобы можно было удобно снимать свои видео. Тут есть специальное крепление для микрофона. И еще это крепление для света и еще какого-то другого девайса для улучшения качества съемки. Сейчас мы идем на новую почту забрать переходник, с помощью которого мы... Переходник, с помощью которого можно от айфона подключаться на вот такой вот профессиональный микрофон ROT. Там я затянул, поэтому какие-то моменты я буду делать такими вставками. Почему? Потому что я очень давно, ну, сами слышали, с 18-го года не выпускал влоги. И мне реально сложно ворваться опять, все мысли правильные, коротко излагать на камеру, поэтому какие-то такие вставки я буду делать вот так. Как вы можете услышать по звуку, мы успели на почту. Сейчас мы идем на площадку 2016-го года. Здесь, под Киевом, и все это время искал какую-то нормальную воркаут площадку в своем районе, чтобы тренить. В итоге я просто тренил возле дома, на детской, грубо говоря, площадке, где есть рукоход. И вот буквально 3-4 дня назад мы встретили соседа, который нам рассказал, что в 15 минутах от дома есть поркаут площадка с резиновым покрытием. Поэтому будет топовая тренировочка. Расскажу вообще за свои последние года, за свое отсутствие, что изменилось. В дальнейшем я, конечно, практически ничего не записал, потому что у меня кончилась память на айфоне, поэтому такие вставочки тачат. Я перестал тренировать детей, так как начал заниматься чисто монтажом. Об этом всем я рассказывал на своем втором канале. Буду публиковать ролики, связанные с фильмейкингом, монтажом, продакшеном. А здесь будут чисто тренировки. Поэтому, кому интересно, ссылочка будет в описании. А тем временем какой-то трэш едет. Какой-то трэш проехал и хочу вас предупредить сразу. Топчики воркаута, которые меня смотрят. Я воркаутом профессионально не занимаюсь уже несколько лет. Последний год я тренировался в зале с большими весами, качал грудь, жим. Воркаут вообще не тренил. И дай бог на этом видосе хотя бы половина моего уровня, который был у меня в 2016 году. В 2016 я на чемпионате Украины на баттлах в Одессе. Дошел в топ-5 атлетов. Ну, по баттлам. Дошел до полуфинала, там проиграл баттл за третье место. Короче, у меня уровень на тот момент был нормальный. Моя задача на данный момент это восстановление уровня как минимум 2016 года и повышение силовых, повышение элементов. И весь этот прогресс я буду показывать вам на ютубе, тем самым мотивируя себя. Буду делать это интересно, красиво, снимать топовый контент для вас. С вас лайкос, подписочка и погнали к просмотру топового видосика. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот получился у нас выпуск на ютуб. Впервые за долгое время. Тест микрофона и новая площадка, которую мы нашли спустя 2 года ее существования. Лада Швед, чемпионка Украины. Конструкция, на которую я снимаю. Подписывайтесь на этот канал. Всем удачных тренировок и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok